ой эти съемки так утомляет джаз это занюханные подворотни начнем с самого начала как-то сразу мне хотелось билан давай давай то есть старый все куплено сколько заплатил пришел на расслабоне ничего не ждал особо но все равно если не поворачиваются к концу песни да ну и кренцево сейчас будет это знаете миллион дублей летний вечер и мы с тобой как будто бы на каникулах и никуда не нужно давай петь до мажори эти песенки классные давай петь до мажори папа пап 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 летний вечер и мы с тобой как будто бы на каникулах и никуда не нужно давай петь песенки глупые на балконе давай прикинемся глупыми давай прикинемся глупыми давай прикинемся глупыми да 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 Летний вечер, и мы с тобой не влюблены И, наверное, норм, что между нами дружба Давай с балкона слать воздушные поцелуи Давай прикинемся глупыми Разве это лето, когда мы не раздеты Разве это солнце, когда мы не смеемся Давай прикинемся глупыми Давай прикинемся глупыми Музыкант, певец, сонрайтер и екатеринбуржец с усами Отзываются от тебя на СМИ Плюс ко всему, ты же еще и академик Окончил юридическую академию, все верно же? А еще словешь столичным модникам Вот как тебе сегодня мой стилек? Я постарался что-то под тебя подобрать Как оцениваешь? Да десяточку, я сегодня все на десяточку из десяти оцениваю Так получается, что ты, наверное, профессиональный шоумен Да ладно Ну потому что ходишь по шоу все время Прям твоя работа, мне кажется Да нет, это так получилось Ну не профессиональный, любитель Да Хорошо Смотри, шоу «Голос», 10-й юбилейный сезон Шоу «Песни на ТНТ» И недавний проект, телеканал «Звезда», шоу «Конкурс» Новая звезда Да, новая звезда Где ты, кстати, представлял наш город Севастополь Как так получилось? Да, я ждал этого камерного вопроса Да, естественно, потому что все спрашивают, как так, что вот Екатеринбуржец с усами представляет город-герой Севастополя Вообще с Крымом у меня уже такая давняя дружба Есть здесь фестиваль Таврида Есть у меня здесь много друзей И вот однажды, приехав на фестиваль Таврида, я познакомился с музыкантами И как-то наша дружба переросла вот еще и в музыкальное сотрудничество Пианист ваш севастопольский Андрей Рыбалченко Как-то вот написал и говорит «Макс, не хочешь с нашим бэндом спеть на конкурсе «Новая звезда»?» А у меня как раз вот тогда шли съемки «Голоса» А я такой Мне нравится всегда что-нибудь новое Какая-нибудь авантюра интересная Я ему пишу Ну, конечно, погнали И все И вот как-то оно так срослось И мы уже встречаемся в Москве И готовим прикольную классную музыку Ну смотри, получилось все удачно Добрались до финала Чем-то оно отличалось от предыдущих всех твоих участий в подобных телешоу? Каждое шоу, оно отличается и, скажем так, раскрывается со своей стороны То есть все равно у каждого шоу, у каждого проекта есть свой формат Допустим, вот там песни на ТНТ Это проект такой, который раскрывает исполнителей авторов Который показывает новые песни Соответственно, там очень много самобытных, каких-то классных музыкантов Шоу «Голос» — это как раз-таки вот проголос Где тебе нужно максимально показать именно свою голосовую составляющую Но опять же, голос — это же не только отдельно голос Это все равно ты весь вместе, вот ты и звучишь Ну и про новую звезду Здесь у меня совсем свежие впечатления Для меня это конкурс какой-то очень дружественный оказался То есть там очень теплая атмосфера была буквально с первых каких-то минут знакомств Всех волнует другой вопрос Кто эти очаровательные барышни и мужчина в трусах Которые появляются в финальной песне в твоем участии на конкурсе «Новая звезда»? Такой весь портал для сердца так опасен Но не остановить Но не остановить Мне остановить Это помогли организаторы «Новой звезды» То есть у них там большая подготовка идет Постановщики работали с нами Придумывали номер С этим роялем у нас там тоже приключения были Рояль цел в итоге? Рояль цел, но мы выяснили, что не каждый рояль подходит для того, чтобы на нем танцевали Там целая история была, да-да-да Я разговаривал с ребятами Некоторые участники иногда думают о том, как бы выгоднее выглядеть Как-то вот начинают париться о том, что в кадре не так смотреться будут Вот что объединяет вообще все подобные конкурсы Это то, что тебя никогда не будут показывать в каком-то некрасивом свете, скажем так Некрасивом кадре Потому что все настроены на классный продукт А какое следующее телешоу в твоем списке? Не знаю, посмотрим Пока заявок и кастингов нет Самое смешное, что я как-то тоже какое-то интервью давал И меня спрашивали про телешоу У меня всегда было скептическое отношение к телешоу Потому что как будто бы очень много повторений есть в этом То есть, допустим, вот тот же голос Это уже десятый сезон И ты приходишь и думаешь Даже в плане выбора каких-то песен Ты думаешь, ё-моё, ну все, уже спели Что еще можно спеть, если уже спели до этого Тысячи песен реально Ну вот я так для себя думал Да в принципе мне это уже и не особо нужно Потому что хочется как-то развиваться там в авторском материале Хочется заниматься музыкой Но, может быть, как раз и стоило допустить такую идею Что тебе это не нужно Чтобы вселенная сказала Нет, набери Вот И как только я вот именно отпустил идею Какого-то там бесконечного Что я хочу в шоу Я хочу, что тогда моя жизнь изменится Я там, не знаю Стану какой-то лютой звездой И все Я как только отпустил эту идею Что в принципе шоу это вот такая у тебя Жирная, конечно, но галочка Я люблю себя хвалить даже за маленькие какие-то достижения И, допустим, не знаю Осмелился выступить на джеме В незнакомом городе Где ты никого не знаешь Поставил себе эту галочку И вот эта смелость участия в шоу И вот эта смелость выступления на В супер незнакомом городе С незнакомыми людьми Музыкантами Перед незнакомыми людьми Они вот Мне кажется, где-то Не то, что наравне А они Обе дороги Когда ты допускаешь вот эту мысль Что шоу Это дополнительная галочка В твоем резюме То, наверное, как-то становится проще Что тебе уже не страшно Что к тебе не повернуться И тебе нужно закончить твою жизнь музыканта навсегда Вот, ну правда Потому что Ну вот представь Ты выходишь, показываешь свое творчество А к тебе не поворачиваются Но ты же, наверное, расстроишься Я тоже думаю Ну да, я, наверное, расстроюсь Подепрессую Но я же не закончу заниматься после этого Там музыкой, вокалом И вообще Всей творческой деятельностью Потому что меня Не оценили Четыре человека Все, наверное, начиналось с чего-то У меня вот есть Такой рояль В кустах Вот расчесочка В детстве Ты вот не пела так Вот микрофончик там В расчесочку В дезодорант Ну вообще Первые какие-то впечатления О том, что я начал петь Вот у меня их два Первое Причем я уже, наверное Допридумывал себе Это вот какое-то впечатление С детства Что меня попросили В садике Там вот когда, знаете Детей на уроках ритмики Там заставляют петь Ну не заставляют А просят Но иногда заставляют Иногда и заставляют Что есть какие-то данные И сказала вот моей бабушке Что задумайтесь Может быть стоит заняться музыкой Вот спасибо ей огромное, кстати Вот это вот первое впечатление А второе впечатление Тоже из детства Я очень много времени провел В деревне у моей прабабушки В Челябинской области Кропачева называется Вот И я помню, что я иду По огороду Что-то там себе Выдумываю Придумываю Какие-то там, не знаю Песенки Есть смешная история Про то, как я Вот иду Пою песенки По огороду Вдруг чувствую Что что-то у меня Жужжит в волосах У меня в одной руке Ковш Я роюсь в волосах Понимаю, что там Пчела себе По голове ковшом С детства Сразу все встало на место Ноты взялись нужные Понятно В общем, с детства У меня на самом деле С песнями все Не сложилось в жизни Единственное, что я пел Это песенку про зайчика В пятом классе Поэтому вот дальше Расчески дело Не пошло Ну а ты сожалеешь об этом? Я сожалею Смотри Нашел голос Одна из песен Которую ты исполнил Это композиция Беги от меня Группы Гости из будущего Хочу эту песню исполнить Но не получается у меня Давай начнем с того Что ты просто мне Вот ее споешь А потом уже посмотрим На чем работать Да, да Так, надо найти текст Сейчас загуглим Поищем Давай попробуем Что же как там? Ну припевчик, да? Припевчик, да Обещаю не испортить Давай Ты начинай Плачь, плачь Танцуй, танцуй Беги от меня Я от твоей слезы Зови, не зови Целуй, не целуй Беги от меня Пока не поздно Не сильно порчу Не сильно порчу Нормально, все хорошо Сколько нот мимо? Давай теперь ты попробуй Я же боюсь Я стесняюсь А когда вступать А тональность Я совсем не понимаю А давай Плачь, плачь Танц Весь не попадаю Да, да Ну ты стесняешься Подожди Беги от меня Я от твоей слезы Софи, не зови Целуй, не целуй Беги от меня Пока не поздно Ого Это же так волнительно Прям мурашки Серьезно Вот не видно Слушай Вообще Мне нравится Хоть я и не часто преподаю Да, можно оставить фон Классно Но мне нравится На концертах Устраивать Такую определенную Песнетерапию Нам не хватает Чаще петь Замечательно Вот буквально За считанные Семь секунд Нашей заставки Я успел преобразиться Это такая метафора Новой жизни Коим этапом Новой жизни Стало для тебя Шоу Голос Я ездил На Голос На третий сезон Я отправил Первые там Свои записи Какие-то Мне позвонили Позвали на кастинг Да и в принципе Вот я туда приехал Походил по Останкино Это снималось там Тогда Спел Начало Какого-то Джазового стандарта Мне сказали Спасибо Я ушел Все Думаю Ну и ладно Даже как бы особо Ну и хрен Да Ну и хрен Вот это вот Первый раз был И второй раз Это уже вот на Десятый Я подал заявку Что ты там исполнял Что тебя в итоге Пригласили на прослушивание Слепые Я совершенно спонтанно Пришел после Какого-то Вечернего концерта Зная что Последний день Там подачи этих заявок Быстро что-то нашел У меня Была запись Концерта Я люблю певицу Бритни Спирс И Пою Часто на нее Каверы Отправил два кавера На Бритни Спирс И все И забыл И мне буквально Там Не знаю Через месяц Через два Позвонили Сказали что Хотят меня видеть Все Приехал Там тоже Много народу Предкастинга Два целых Вот Все Я также спел Кавер на Бритни Спирс Первый предкастинг Прошел Сказали Там все Дальше Потом еще один Тоже дальше Я такой О Оказывается Хорошо как-то То есть не было такого Ощущения там Порвать Доказать Просто ты Приходишь И Мне тоже Мне так нравится Я стал таким Экспертом По голосу Сейчас как раз Идут кастинги И мне знакомый Ты уже продюсируешь кого-то Макс Ну что Что посоветуй Что нужно Я говорю Ребята Да расслабьтесь Типа Выберите ту песню Которую вы В которой вы уверены Которая вам Нравится Ну блин Этого недостаточно Ты же понимаешь Что надо иметь При этом Серьгу в ушах Не знаю Классные кудри На голове Ну чего-то Какой-то еще интересный Образ цепляющий Ну и плюс Меня спрашивают Я говорю Мы все готовимся К каждому событию Всю предыдущую жизнь То есть Как-то особенно готовиться Ну как ты Что я тебя заставлю Выучить новую песню И там впеть Миллион каких-то приемов Которые там За две недели Ты сделаешь Ну как-то Возможно Неорганично Там Или как-то Это будет смотреться Нарочито Что ли Не знаю Всему свое время Так оно и случилось Леонид Агутин О твоем выступлении Или о тебе Наверное В первую очередь Как о личности Говорит Что вы В команде Билана Как душа Билана Как тебе такое сравнение Ну мне приятно Конечно Что я душа Билана У всех же какие-то Есть свои Не знаю Там Триггеры И у всех Человек может Вызывать самые разные Эмоции Ну кому-то Вот так сработало Я думаю По-другому Не знаю Мне кажется Что все Должны быть И надо Стараться быть Душами Билана Нет Наоборот Надо быть Своей душой Александр Градский Тогда же На том же этапе Наккаутов Говорит О твоем творчестве Я это вообще Не понимаю Надо Принять Что Люди Могут Говорить О тебе Самые разные вещи И приятные И неприятные Все зависит От того Как ты на это Отреагируешь Хочется доказать Наверное В первую очередь Себе А кому-то Доказать Ну конечно У меня есть Какие-то Триггеры Там не знаю У меня Долго Семья Смирялась С тем Что я бросил Юридическое образование И все-таки Ушел в музыку Я еще в аспирантуре Там на философском учился И вот Как раз Из аспирантуры Я ушел уже В театр эстрады И конечно Мне приходилось Доказывать Там Маме Бабушке Что У меня нормальная Работа Что я Там не бездельничаю Что Джаз Это Там Не знаю Не стереотипные Какие-нибудь Занюханные Подворотни Там Или еще что-то Сейчас они гордятся тобой Сейчас да Но это Но это тоже процесс Самое сложное Для меня было Всегда выступать Перед родственниками В какой-то момент Наверное Я понял Что все-таки Я доказал это И мне стало Наоборот Приятнее Когда В поддержке Допустим В том же голосе Я свою самую Близкую подругу Позвал И мне приятно Видеть своих людей Там На концерте У меня очень много Друзья приходят На концерты И у меня нет уже Никакого стеснения Там Или Страха Что они на меня Как-то не так посмотрят Они в первую очередь Поддерживают меня И это Это история Об обратной связи Тебе говорят Это не мое Ты понимаешь Ну окей Это не твое Значит еще чье-то И ведь действительно Один сказал Это не мое А другой подошел Тут же И сказал Это было классно И ты понимаешь Что здесь нет Правильного Неправильного Это есть Вот палитра мнений И это классно Что она есть Что она существует Об двух уходах О двух уходах Первый уход Это уход Александра Борисовича Как внутри проекта Все это ощущалось Фух Ну это история тяжелая Тяжело было поверить Потому что буквально Неделю назад Вы вместе там В одной студии И что бы о тебе Не говорили Все равно мы делали Общее дело То есть я говорю Что у меня никаких там Обид Или еще что-то А потом Вот так вот Второй уход Это уход Ведущего Шоу Сейчас объясню Что я имею ввиду Дмитрий Нагиев Вместо фразы Все пока Пока Своей коронной В финале Десятого Сезона Сказал фразу Дима Все Пока Значит ли это Что в новом Сезоне Шоу Голос Появится Другой ведущий Я не знал Про это Сразу скажу Что я как-то Не анализировал Настолько глубоко Конечно же Что-то потеряет Шоу Но оно возможно И что-то приобретет Еще один этап Шоу Голос Поединке И там Там В припеве Был Шикарный Шикарный Танец Помнишь Движение Да А можешь ты сейчас показать Прямо научить меня Вы же там вдвоем были Что я буду делать Давай Смотри Делаем А у меня пальцы не щелкают Вот не музыкальный Окей Хорошо И она сюда Да Это очень сложно На самом деле Получается смотри Что-то Что-то Как-то Я не знаю Я деревянный мальчик Говори мне в школе Отлично Хорошо Теперь давай Добавим Музыки Приглашаем Виталия К нам Ну да Раз Два Черри Черри Леди О, нет Подожди Стой Отлично Стой Стой На шоу Голос Ты сказал Что ждешь От проекта Просто Приятного Опыта Твоя цитата Вот Это фраза Это фраза Не о том ли Что очень важно Правильно формулировать Вселенной Свои хотелки Вот ты просто Приятного опыта Получил И ушел А если бы Запросил туда Побольше чего-то Победы Это тоже приятный опыт Конечно Да Я верю В то Что нужно правильно Оформлять свои запросы Не знаю Там для вселенной Для Бога И просто Для себя в голове А 31 декабря Каждый год Составляешь Карту желаний На Грядущий год Ну Это конечно Не карта желаний Но определенный список Я тоже для себя делаю В этом году Что наметил В этом году У меня Я уже вот Исполнил Сделать Такой большой Авторский концерт С бэндом Поучаствовать В екатеринбургском Конкурсе New Open У нас есть Авторской музыки То есть на этот год Я вот постарался Больше уделить Авторскому У меня дома В гардеробной комнате На стене Висит тоже Своя карта Желаний На 2022 год И одно из желаний Записать интервью С тобой И вот сегодня Мы это Выполчаем Прям реально Тебе могу После схемы Показать Что вот там Вот так И написано Финальная песня Давай Тысяча строк Веков комедий И трамп Я думаю Все мы так похожи Чувствуем все Одно и то же Не каждый поймет Но я-то знаю Мы из одного теста Мне больше не страшно Сделать шаг Мой манифест Пусть будет так И наше молчание Нарушит Это песня И наше молчание И черном положено Так И наше молчание Нарушит Это песня Это песня Это песня Я думаю Все мы так похожи Чувствуем все Одно и то же Не каждый поймет Но я-то знаю Мы из одного теста Мне больше не страшно Сделать шаг Мой манифест Пусть будет так И наше молчание Нарушит Это песня Это песня Это песня Это песня Ау, друзья А завершим этот летний вечер Твоими же словами Это какими? Жизнь Это приключения Здесь у нас Классные приключения Всем доброго Времени жизни Сказал ты однажды На одном шоу Да, нравится мне такое Вообще место Ура Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok